Всем привет, с вами я, Александр Плутакин, это канал APGame, и сегодня мы с вами продолжаем играть карьеру за тренера в футбольном клубе ЦСКА Москва. В прошлом матче мы сыграли в ничью с лондонским арсеналом в Лиге Чемпионов, также, кажется, сыграли в ничью, сейчас посмотрим, с торпедо, если не изменяет память, да, торпедо мы сыграли. В 1-1 ничью, поэтому мы сейчас находимся на пятой позиции в чемпионате. На первом месте идет Зенит, у нас 8 очков и Зенита 10, в принципе, разрыв не такой уж и большой. Давайте посмотрим, что будет за следующий матч у нас. Урала после Локоматики, давайте расчет итогов, как называлось, это FIFA 7 сделаем с матчем Урала, и потом тогда уже за кубок сыграем с Локомотивом. В общем, состав Думбия, Рандон, Еременко, Тошич, Надха, Эльм, Щенников, Ингнашевич, Березуцкий, Фернандес, Акинфеев. Думбия сразу забивает на 12-й минуте, 88-й, 2-0 уже, отлично, 2-0, 45-я минута. У нас не забили пенальти нам, Березуцкий желтую получил. Так, Щенников травму получил, это плохо, 3-0, кто у нас Амуса уже забил, да. Так, а что с Еременко, Щенников, да, Щенников получил травму, что у нас здесь, на сколько, на 3 недели, но... Щенников, как же так? Похвалим Локомотив и... Придется заменять Щенникова на Бабкиным. На Бабкин. А так состав у нас хороший. Тут у нас... Ну да, никого, все, отлично, на состав. Хотя можно выпустить вместо Эльмана, этот... Не, пусть Эльм играет. Я хотел Миланова выпустить, но пусть Эльм играет. Так, давайте начнем матч с Локомотивом. Леонид Кучук, Еременко, хороший, он в отличной форме, давайте почитаем, что он тут написал. Роман Еременко является ярчающим представителем своего клуба ЦС Камазского, за которым игрокам команду Локомотив придется усиленно присматривать, когда их пути пересекутся. В общем, Леонид Кучук там говорит про Еременко, хорошие слова. А мы начинаем играть с Локомотивом. Давайте вот так вот. Новости о галах. Пусть все будут и параметры игры. Все. Вот так вот попробуем на профессионале. В прошлом матче с Арсеналом у нас получилось на профессионале сыграть в ничью. Вот раз, надеюсь, получится выиграть у Локомотива. Все, дай работать, отлично, погнали. Стадион, что у нас за стадион? Ивай Лина, Лане, Ивай Лане. Короче, из стадиона Арены Химки, по идее, должен быть. Но называется он по-другому. Опять какие-то игроки очень светлые, я не понимаю, почему это так. Тарасов отнимает сразу у нас мяч, дает пас на Лосина Диара. Интересно. Его сейчас нет в составе. Лосина Диара, это будет очень сложно. И Майкон со скоростью 91. Диара с хорошими передачами. Да, состав Локомотива более чем достойный. Пас на... Как он, Тенисова, не помню имя, Узбекистанец, кажется. Надхай надо было сразу вносить, а казаки. Что будут делать дальше? Пас на Самеду, а тут офсайт, да. Офсайт, это хорошо. Офсайт, это супер. Даем пас ближайшему на Бабкину. Эльм. Фернандес. Забег Эльма. Навес. На Рандон. На Рандону! Ой-ой-ой, удар выше ворот. Чуть-чуть выше головой, да, Рандон. Ну и... Первый опасный момент у ворот Локомотива. Дильерми сейчас будет выносить мяч в игру. Дальним, думаю, ударом. Да. Пас на казаки. Рандон. Рандон. Решай. Ой-ой-ой, Тарасов. Дмитрий Тарасов, что на фланг уходит, наверное, будет опять подача. Скорее всего, будет подача. Нет, смещается в центр, глядите. Дает пас на Самедова. Самедов. Березуцкий. Просто вытеснил всех из своей штрафной. Ой-ой-ой, не прошла передача. Ладно. Михалик. На Тарасова. Самедов. И тут Тошич встречает Самедова. Виброс Надхо. Да не получилось создать пас на Романа Еременко. Бусуфа. Ой-ой-ой, Игнашевич. Аккуратно надо играть. Майкон с мячом. Шишкин выбивает в подкате мяч в аут. И аут в пользу игроков ЦСКА. Думбей опасно Надхо. Что дальше? Тошич была передача на Тошича. Но Тошич оказался в офсайде. И свободный удар пробьют игроки. Локомотивом сделает это Михалик. Выносит опять вперед мяч. Тут встречает его Василий Березуцкий. Рандона оттесняет его от мяча. Барак Мусуфа. Березуцкий опять надежно играет. Пас на Тошича и Денисов. Как вы? Виталий Денисов? Я не помню, блин, имя его. Жаль. Не прошла передача. Но все равно с мячом игроки ЦСКА. Ой, Майкон. Неудачно не дал пас Фернадос. Я вам точно на ногу Майкону. А Казаки. Тарасов. Тарасов отдает пас там офсайда. Офсайд. Сколько уже? 36 минут сыграно. 0-0. Считаю, что опасный момент был пока только у ворот локомотива. Удар вот рандоном. Под перекладином. Не под, над перекладином. Правильно будет так сказать. И, в принципе, больше ничего и не было. Здесь поменьше таких пасов неточных. Был удар рандона Гильерми. Гильерми вытаскивает до мяч. Удар был не очень сложный, но летел он с вор ворот. Березуцкий. Игнашевич Игнашевич на Набабкина. Набабкин пас на Еременко. Не догнал Еременко мяч. Жаль. Очень жаль. Надеюсь, не слышны сейчас звуки, потому что соседи делают ремонт. Если будет слышно, то прошу извинить меня. Самедов нахуй перехватывает пас. Заброс на Рандона. Ой, не прошел заброс. Что, штрафной? Да, штрафной нашу пользу. Еременко! Ай-яй-яй, Еременко Роман. Чуть-чуть, чуть-чуть не попал в ворота. Давай посмотрим повторы. Совсем капельку не попал. Гильерми сейчас будет выносить. Выбивать мяч сюда вперед. Что такое? Блин, почему, когда атака начинается, сразу свистит судья? Он, кстати, был сейчас опасный момент единственный. Спартак выигрывает у Краснодара 1-0. Уфа выигрывает у Ростова 1-0. Рубин Амкар 1-1. Зенит выигрывает у Терек 1-0. Статистика, видите, какая. Ужасная статистика. Игра, в принципе, равная. Вот такая вот у нас статистика, да, прошу прощения, отлучилась ненамного. Так, продолжаем матч. Замену в составе Локомотива. Фернандеш. Фернандеш выходит на поле. Михалик. Пас на Лосина Диара, Бусуфа. Что опять такое? Ну судья, ну господи, а. Что-то за судья-то такое. Рандон, ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Рукой сыграл. А, блин, точно, у меня же руки открыты. Блин. Забываю включить. Ой-ой-ой, Думбия, всё. Гильерми, да. Думбия. Я ненавижу на клавиатуре играть, потому что, когда бежишь на быстром беге, ты не можешь просто, например, поменять. Бежишь прямо, ты не можешь вбок убежать или нет, ты просто бежишь прямо. Чтобы убежать вбок, тебе надо отпустить клавишу быстрого бега, и только тогда ты сможешь убежать. Это мне не очень нравится на клавиатуре. У нас жестико, у меня не получается играть пока. Думбия. Сейчас смог решать. Рандон. Два опасных момента за буквально три минуты. Ивнашевич на Натха. Натха непонятно, куда дал передачу. Помните, как в прошлой серии Натха забил красивый гол в вороту Уфы. Откуда на Натха, мой господи, а? 67 минут уже сыграно. Чего и будет дополнительное время. Да, публика недовольна, потому что вышел на замену не Аси. Новичок локомотива. Наверное, публика этим недовольна. Еременко. Так, сделаем навес. Эльм. Удары. Чёрлука. Чёрлука помогает Гильяеве забрать мяч. И не допустить гола. Не Аси. Новичок какой-то. Первый раз слышу. Эту фамилию. Майкон. Фернандес. В подкате. Самоотверженно. Выбил мяч в аут. Выбить надо. Денисов. Да, прижал сейчас нас локомотив. Нас локомотив прижал. Грязуцкий, выбей всё. Ай, Фернандес тут ещё. Выбейте, выбейте. Выбей всё. Господи, ну что такое? Локомотив просто нас прессует. Удары. Штанга. Нет. Нет. 1-0. В 84-й минуту. Неужели мы сейчас вылетим из кубки России? Неужели мы сейчас вылетим? Не хочется этого. Не прошла передача. Шишкин. С мячом. Это пас на Бусуфу. Надо ставить всех в нападение. Надо забить. Надо, ребята, забить. Натошич. Рандон Гильерми спасает. Только Гильерми может спасти это. Ужас. Вратарь. Вратарь штрафной. Макинфеев. Гильерми сейчас будет выносить просто-напросто. Макинфеев, беги. Всё. Да. Проиграли мы. Кубок России. Да. Проиграли мы, в общем, всё. Жаль. Очень жаль. По ударам 7-5. И ни один не забили. Вылетаем мы в первом же раунде. Теперь Локомотив сыграет с Зенитом. Обидно. Очень обидно. В общем, таблица, таблица. Мы на первом месте сейчас идём, кстати. Это хорошо. Да. Как-то я расстроен немного. Важные игры. Да. Чувствую, нас скоро выгонят из команды. В общем, думаю, на этом всё. Следующий матч. Давайте симуляцию сделаем. С матчем Амкара. И следующий матч как раз у нас будет Лига Чемпионов. С Шахтёром. Ерёменко. 2-1 ещё проиграли Амкару. Зашибись просто. Ладно. С вами был я, Александр Плутахин. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok